Всем привет, дорогие друзья, вы снова на канале Данил Данст. В этом видеоролике я вам покажу аккаунт за полмиллиона б***ь рублей. Этот аккаунт является как бы моим, поэтому у меня уже был подобный видеоролик примерно год назад. И за этот год очень много чего изменилось. Я много чего насобирал, много где денежек нафармил. Об этом я вам расскажу в этом видеоролике. Но при начале данного видеоролика хотел бы вам сказать, введите манитинные регистрации Данил Данст. Также указывайте вам пармокод CAPSONDANST. После отыгрывки 7 часов он даст вам 50 тысяч рублей. Ну а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, название видеоролика не кликбейтное, потому что мой аккаунт и правда стоит больше даже полмиллиона настоящих рублей. Вы понимаете, настоящих рублей. То есть, чтобы иметь имущество, которое я имею на данный момент, надо задать более полумиллиона рублей в игру, даже с учетом x3, понимаете? А больше x3 на сервере никогда не бывает. Это все мы почитаем в конце этого видеоролика. Сколько у меня имущества на данный момент находится именно на моем аккаунте, также на других аккаунтах. Ну, не на моих, конечно, аккаунтах, а на аккаунтах моих друзей. Это Panamny, Diamond, Flips. Тема, к сожалению, он покинул нашу команду, и он больше никакой без ак не держит. Он там уехал в командировку, поэтому, ребят, пресс F. Но, как бы, ребята, давайте начнем. Давайте-ка мы быстро, максимально быстро пробежимся по моему автопарку. Это я уже делал год назад, то есть, я максимально быстро прошелся по автопарку, поэтому давайте-ка в этом ролике тоже быстренько, так сказать, пройдемся и оценим машину свою стоимость. Мы даже номера на машинах учитывать не будем, потому что в этом нет никакого смысла, так как вот у меня очень много именных номеров, очень много вот таких номеров, и, к сожалению, я не знаю ценовую политику на них, потому что раньше я их оценивал по ГОС, а сейчас они вроде бы как выросли в цене, и я не знаю, как их правильно оценить. Поэтому мы не будем их даже учитывать. Мы так просто накинем, давайте-ка, миллионов 20 точно за эти номера, и так на будущее пускай будет. Ну, в принципе, все, давайте-ка начнем. Мы пойдем по порядку, так как первая машина в моем автопарке, это стоит Tesla Cybertruck. Мы ее оценим по ГОС Томасе 30 миллионов. Сейчас она набустает именно за такой ценник. Приобрел ее за 16 миллионов, это было очень давно, но все равно данную машину мы оценим 30 миллионов, так как она, как-никак, эксклюзивная, ее просто купить нельзя, и поэтому я думаю, что вполне реально ее продать за 30 миллионов при хорошем таки желании, потому что ранее я ее продавал и за 35, и за 45. В общем, были времена, когда эта машина осталась очень много, но, к сожалению, их понавыбивали, но, в принципе, это и логично. Давайте-ка мы перейдем на следующий ряд. Тут у нас стоит Porsche 911 на номерах 911. Ну, короче, видите, номера просто балдежные номера. Кстати, надо будет пофиксить вот этот вот регион. Там смайлик стоит, в общем, я думал, что тут, ну, как бы, потом. Также добавилось очень много фишечек, которые я, наверное, скоро добавлю на свои номера, потому что мне счастливее не этим заниматься, но в скором будущем, я надеюсь, я этим все-таки займусь. Итак, данный Porsche мы оценим стоимость 8 миллионов, я его приобрел за 7,5, но сейчас на БУ он стоит за 9,8, если не ошибаюсь, потому что их никто не продает. Следующая машина в моем автопарке это FENUR Super Sport. Его я выбил из контейнера за 12 миллионов, но на БУ рынке его смело можно продать за 30 миллионов. Тут по ПТС-ке примерно 20 бега, если не ошибаюсь. Давайте-ка мы посмотрим на ПТС-очку. FENUR Super Sport, он вот тут у нас охотится, ПТС-очка, нет, не 20 бега, 437 бега, да, 40 миллионов ГОСКО, и за 30 миллионов, я думаю, продать его вполне реально. Далее у нас идет Lamborghini Aventador. На ламбы вообще какой-то бешеный спрос сейчас появился на 9 сервере, это связано с тем, что эти машины приобретают в основном владельцы банд, заходят с свинков и угоняют эти же машины, и получается, они в день могут так 2 ламп делать 400 тысяч, если разные банды иметь, потому что список угон, насколько мне известно, обновляется каждый день, каждый Payday, каждый Payday обновляется в список угона, и они просто заходят, и вот так постоянно угоняют Lamborghini Aventador. Поэтому они фармят в день примерно, ну, миллион точно, мне кажется, те люди, которые этим занимаются. Поэтому, ребята, возьмите себе на заметочку, намотайте на уст, так сказать, и фармите деньги, может, у кого-то друг с Lamborghini есть, поэтому спрашивайте, узнавайте, фармите денежки, я вам как бы не запрещаю. Но, тем не менее, данная машина стоит 20 миллионов, их продают по ГОСУ, и поэтому в нашу копилочку падает еще 20 миллионов рублей. Следующая машина в моем автопарке, это McLaren P1. Данный McLaren я приобрел что-то вообще очень дешево, 11 миллионов, но сейчас на Буу смело его продать можно за 15,5. Я не знаю, почему их так дешево продают, эта машина крайне недооцененная, потому что скорость у нее, как у Lamborghini Aventador, но при этом Lamborghini Aventador стоит на 7 миллионов дороже. Я не знаю, чем это обуславливается, машина-то тоже довольно-таки красивая, фт-шная, приколдесная. А вот, Ferrari 488 GTB. Данную машину я приобрел что-то очень дешево, в районе 4 миллионов, но сейчас ее можно продать за 8 миллионов спокойно, потому что у них вырос спрос. Приобрел я ее еще до обновления, которое было вот-вот на Redmi, ну как вот-вот, уже месяц, наверное, прошел примерно. Так, следующая машина в моем автопарке, это M8. Это M8, она полностью фт-шная, тут есть гидропневмодиски, не стоят, потому что диски стоковые, крайне балдежные, ну вы сами видите, какие они приколдесные. Мне кажется, если поставить сюда другие диски, они к ней, ну просто не пойдут. Вот сравните с Воссенами и дисками оригинальными от BMW, они балдежно смотрятся. Данную машину я приобрел за 8 миллионов, но сейчас на Бул рынке их продают по 11, потому что также они пропали с Бул рынка, во время X3 много кто задонатил, и поэтому машины начали очень быстро скупать, и на них начался, ну как бы повысился спрос, соответственно, повысилась и цена. Следующая машина в моей коллекции, это Chevrolet CC8, если не ошибаюсь, как-то так она называется, Chevrolet, нет, просто C8, вот, как видите, ПТС-очку на нее. Она абсолютно новая, брал я ее с ГОСа. ГОСа у этой машины, по-моему, 13 миллионов, мы только что открывали ПТС-ку, я дал, он не посмотрел ГОС. ГОСа у этой машины 13,5 миллионов, вы сейчас видите скриншот, как я ее приобрел с ГОСа. Эта машина мне запала в душу тем, что она дрифтит, но, к сожалению, я вам не могу показать, как она дрифтит сейчас, потому что в ней попросту закончилось топливо. Та-дам! Так, следующая машина в моем автопарке, мы начнем, пожалуй, уже с конца, потому что там идет, ну, стоит как бы самая вкусненькая, видите, там беленькая такая, ну, балдежная точила стоит. Следующая машина в моем автопарке, это, получается, ГЕЛИК 6х6, данный ГЕЛИК я приобрел, ну, очень дешево, в районе 6,5 миллионов, но сейчас этот ГЕЛИК на БУР-рынке продают за 8, я не знаю, с чем это обусловлено, потому что ГОСа у этого ГЕЛИКа 18 миллионов, я также вам покажу ПТС-ку, кому интересно. Вот ПТС-ка этого ГЕЛИКа, ГОСа у него 18 миллионов, и на этом ГЕЛИКе почти нету пробега, я его брал, когда тут было 350 бега, вы понимаете? То есть, данная машина, она, грубо говоря, нихрена не стоит по сравнению с ее госстоимость, есть люди, которые берут ее за 18 миллионов и потом продают за 6, за 7, эта машина уже сразу была на пневме, то нигде в таком довольно-таки аборганском, надо будет его поменять, мне просто лень ездить его менять, но, в принципе, эта машина оценивается примерно в миллионов 8, так что в нашу копилочку падает еще 8 миллионов. Следующая машина не менее приколдесная, это ГЕЛИК 4х4, это самый лучший ГЕЛИК, который вообще существует на размере, он и огроменный, и едет довольно-таки быстро, и проезжает любое препятствие, данный ГЕЛИК я приобрел, ну, очень дешево, в районе 5,5 миллионов, на данный момент эти ГЕЛИКи продают примерно по 10 миллионов, но, по-моему, недавно продали его за 8,5, поэтому мы данный ГЕЛИК оценим смело в 9 миллионов, тут также есть довольно-таки приколдесный номер, но номера мы не учитываем. Следующая машина в моем автопарке, это два крузака, давайте-ка мы их сразу, двух бандитов оценим, эти оба крузака купились по 5 миллионов, потому что они имеют у нас пневму, они имеют у нас тонер, и эти тачки никак абсолютно не тюнят, я просто купил по 5 миллионов, потому что машина довольно-таки хорошая, она проезжает очень много препятствий, которые, как бы, появляются на ее пути, и тут у нас есть тоже хорошие номера, почти близнецы, и выглядят они довольно-таки балдежно. Следующая машина тоже довольно-таки приколдесная, это УРУС, на номерах УРУС 4,7 украинский номер, данная машина приобрелась за 6 миллионов, но сейчас ее можно смело продать за миллионов 9, а то и 10 вообще. Я также не знаю, почему их так начали скупать, потому что ее мало того, что пофиксили, она 300 больше не едет, как вы знаете, эта машина разгонялась до 300, ну, очень медленно, но все равно ее было возможно разгонять до 300, сейчас там, по-моему, максималка стоит 260, либо же 250, я точно не помню, но эта машина довольно-таки прикольная, и она мне очень нравится. И самый сочный в нашем автопарке автомобиль, кстати, у меня таких было два, это два SLS, но не знаю, что это за машина, это X-тачка, она падает только из кантов с дубайского, также, по-моему, из кантов с 5,5 она тоже падает, но все равно эту машину просто так с автосалона купить нельзя. У меня недавно стояло их тут два, наверное, вы даже увидите скриншот, как они стояли, один из которых, который я уже продал, я приобрел за 60 миллионов, продал я его за 61 своему очень хорошему другу и знакомому, это Джонни Ганну, она ему очень понравилась, именно поэтому я, как бы, снисходительно поступил и продал ему один SLS, так как зачем мне два, я же не смогу вот этой своей жопкой ездить на двух одновременно, поэтому у меня остался один SLS, и на который мы сейчас поедем к моему дому, который я приобрел совершенно недавно, кстати, этот SLS, я не сказал, сколько мы оцениваем, этот SLS мы оцениваем примерно, ну давайте, миллионов 65, потому что, как видите, он идеально новый, ну тут 200 бега, но я его продавать, как бы, не собираюсь, так как в этом нет никакого смысла, машина довольно-таки балдежная, ну и, как бы, ты хвалишь машину, и ты сразу же на ней разъебываешься. К сожалению, у меня очень мало топлива, но все равно, ребята, мы сейчас поедем к дому, который сыграл немалобажную роль в моем развитии на родмире, потому что, когда было обновление, только добавляли лесное, как вы уже догадались, я словил этот дом. Этот дом хотел поймать Санрайз, но, к сожалению, к его сожалению, его поймал я. Данный дом я приобрел самым первым, который был приобретен вообще в лесном, но, к сожалению, этот дом мне пришлось продать, когда я покупал Текалет Карина, чтобы мне хватило, как так сказать, на аукцион. Но данный дом ко мне вернулся, данный дом я приобрел вчера за 22 миллиона, если мне не изменяет память дом, этот абсолютно никак не изменился, просто этот дом не имеет никакой уникальности, эксклюзивности, и для меня этот дом крайне важен. Если я найду скриншот, а я его найду, я еще ставлю, как этот дом я приобрел с ГОСа, и тут будет стоять весь автопарк, который вы видели ранее, так что вот такие вот делишки, ребята. Кому нравится этот дом, пожалуйста, напишите в комментах, Даня, у тебя зачетный дом, у тебя есть вкус, ну реально, гляньте, какой балдежный домик. Я еще планирую выкупить дом у своего соседа, это мой сосед напротив, вот он находится, вот, если мы проедем чуть дальше, вот, этот домик, я, наверное, тоже его выкуплю, чтобы мне было, как бы, побольше места, мне, как бы, денежки позволяют. Также на руках у меня находится 472 миллиона, они тоже падают на скопилочку, это именно чистые деньги, которые находятся у меня на руках. На банке у меня там что-то по мелочи, да, один миллиончик, и ни туда, ни сюда роли не сыграет, как бы. Также у меня по-прежнему осталось очень много бизнеса. Я вам не буду очень сильно спорилить, но те, кто играет на девятом сервере, и особо умные догадчивые игроки поймут, какого без акка, к сожалению, не хватает, и какой без акка был, возможно, продан, возможно, обменен, может быть, что-то еще, поэтому я вам спорилить не буду, про это будет отдельный видеоролик. Поэтому, ребята, подпишитесь, поставьте лайк, напишите любой коммент, чтобы данный видеоролик продвинулся. Итак, ребята, давайте-ка мы пробежимся по без акка, которые на данный момент находятся в моем владении на девятом сервере. Они не конкретно у меня, на мне висит только один бизнес, это тыкал и ткарина, ее можно смело оценить. Ну, давайте в 1.2, чтобы особо цену не завышать. 1.2 я ее никогда не продам, даже если мне ее дадут, потому что этот без акка несет, грубо говоря, как монополия казино, а монополия казино как бы не хухры-мухры стоит. Ну, тк южная я бы, может быть, продал. Также в моем владении является и тк южная, тк южная я приобрел почти за лярд, это там было 900 миллионов, поэтому 900 миллионов падают еще в нашу копилочку, там уже сумму переварило почти за 2,5, не, даже уже 3 лярда, может быть, я, кстати, не знаю, это вы уже увидите у себя на экранах, потому что я, когда буду монтировать, я буду все цены указывать. Также в моих владениях находится ферма номер 2 в городе Бусайо, которую я приобрел за 145 миллионов, и на данный момент за нее мне дают 550, она несет финку довольно-таки хорошую и продавать пока что я ее не собираюсь. И последний бизнес, который находится в моих владениях, это, я не знаю, кто из вас, может быть, догадается, ну, наверное, те, кто только играет на 9 сервере, это шиномонтаж высокого класса номер 2. Данная шиномонтажка, я не скажу, при каких обстоятельствах у меня появилась, но скажу то, что цена за нее 400 миллионов, человек, который купил ее до меня, он приобретал ее за 400 миллионов, и поэтому в нашу копилку падает еще 400 миллионов. На ваших экранах сейчас появилась сумма, которая должна доходить почти до 3 миллиардов, ну или не должна доходить, и сейчас вы увидите на экранах цифру, сколько надо задонатить в X3 не паками, чтобы поиметь все, то, чего я добился на 9 сервере от мира к РМП. Я уверен, что сумма эта довольно-таки не маленькая, даже если вот вы как-то посчитаете и расцените, сколько это в паках, получается, надо донатить, потому что паки, насколько мне известно, приносят, ну, там, как X4, но все равно, ребята, сумма от этого значительно меньше не станет, ну, там, может быть, 1050 расходочка может будет. Год назад я снимал видеоролик по поводу того, что вот у меня аккаунт, как бы, за 50 тысяч рублей или за 20 тысяч рублей, потому что я на него задонатил 20 тысяч рублей, но на данный момент, ребята, обстоятельства в разы поменялись, так что, если вам понравился данный видеоролик, обязательно поставьте лайк. Ну, а с вами был Данил Каданст, всем удачи, ребята, и пока-пока, до новых встреч. Ты зарыдаешь, как Адыма сигареты, только я не поведусь на сантименты. Всем привет, друзья, вы снова на канале... Не, 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 не то, не то, не то, не то, не то, сейчас по новой, Миша, Миша, все по новой, все, вы поняли, блин. Всем привет, дорогие друзья, вы снова на канале Днил Данст, в этом виде ролики, не, 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 по новой, по новой, Миша, не туда, не туда. Ой, 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 только я могу спинать, ребята, заеб. Так, nice, good job, nice work, nice work. Sorry, please, don't, don't, dislike, don't, don't, please come.